Депутаты окружного собрания Губернатору, его заместителям и депутатам, работающим на постоянной основе, отменяют по причине широкого общественного резонанса. Поправки в закон о статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа, были приняты 22 июня на сессии собрания депутатов. Согласно законопроекту, лица, замещающие государственные должности, а именно губернатор, его заместители и депутаты, работающие на постоянной основе, раз в год могли получить дополнительную выплату в размере двух своих зарплат. Для этого нужно было всего лишь написать соответствующие заявления перед отпуском. Скандальный законопроект вызвал широкий общественный резонанс, и депутаты поспешили отменить введенные ранее доплаты. Соответствующий законопроект внесен в собрание депутатов по инициативе самих парламентариев. Документы рассмотрели сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Возвращается в тот порядок, который был до июня месяца. Вот и все. Учитывая, что пошел резонанс населения с принятием 219-го закона, для этого губернатора предложили вернуться к определенному порядку. И то ведь не говорить, что данный закон принес правомерно. В рамках здесь есть полномочия. С учетом всех обстоятельств, с учетом того, что начиная с 2014 года, полномерно снижалось за облады депутатов на будущей непостоянной основе. Сами народные избранники считают меру о двойной прибавке более чем справедливой. По их мнению, в тяжелые для бюджета времена экономия началась именно с них. Напомню, сегодня в собрании депутатов Неницкого округа на постоянной основе работают 7 депутатов. Среди них депутат от партии ЛДПР Андрей Смаченков. Например, ко мне в карман и к моим детям залезли несколько раз. В 2014 году на 27% снижали зарплату. Потом, когда на 20% вместе с госпожищем, это 47% зарплату у меня уменьшилась. И сейчас. И поэтому мне наобране не стыдно было получить эту зарплату. Я придерживаюсь с одной точки зрения и не меняю позицию. Из так называемых «постоянников» на июньской сессии воздержался от принятия решения лишь Александр Саблин. При этом выплату к отпуску в размере двух зарплат депутат получил. А сегодня проголосовал против двойной прибавки. Мы поддерживали 219-й проект закона, который на выходе уже другой номер имел, как вы знаете. Ну и действительно волнатого звучания в летний период, пока мы находились в отпуске, была достаточно большая. И по сути-то этим законом, почему я его тоже подписал, аннулируется. Тот 219-й проект закона, он по сути отменяется. В свою очередь Андрей Ружников, представитель партии «Родина» в собрании депутатов, подверг критике слова своего коллеги. Александр Иванович, ну вот честно, да, ну ведь лукавич, вы же не голосовали против, вы воздержались. Ну давайте сейчас... Александр Иванович, нет, вот меня вот это... Давайте так вот, для избирателей. Вышла газета, КПРФ, там четко было сказано, что голосовали против, не было против, было воздержание. То есть, я объясню так, и хочется, и голится, но вы же эту компенсацию ведь получили? Получили. Так верните ее в детский дом, давайте уж чего уж тут ради справедливости. Что касается возврата выплат, то законопроект, отменяющий двойную прибавку к отпуску, таких действий не предусматривает, а лишь отменяют ее в будущем. Отмечу, что законопроект, отменяющий доплаты к отпуску в виде двукратного месячного вознаграждения лицам, замещающим государственные должности, будет внесен на рассмотрение сессии Собрания депутатов 21 сентября. Ирина Цепетова, Антон Мудряков, Владислав Носкин, Телеканал Север. Отметили день Пустозерска и открыли новый экскурсионный маршрут. В минувшие выходные любители туризма, велосипедисты и любители скандинавской ходьбы совершили многокилометровый поход в первый русский город в Арктике. В Ненецком округе отметили день Пустозерска. На протяжении недели в честь первого заполярного города проходили выставки, презентации, мастер-классы и экскурсии. Кульминацией праздника стал многокилометровый поход. В субботу десятки любителей истории отправились из села Тельвиска в первый русский город в Арктике. По старинному пути вместе с туристами прошла и наша съемочная группа. Праздник день Пустозерска в Ненецком округе в этом году проходит под знаком дорог. Пешком, на велосипедах и даже на лошадях сегодня из села Тельвиски в первый русский заполярный город отправились более 50 гостей праздника. Это первооткрыватели двух новых туристических маршрутов древними дорогами Пустозерия протяженностью 22 и 27 километров. Над их созданием сотрудники музея-заповедника трудились целый год. Средства на реализацию были выиграны в прошлом году. Тогда в конкурсе благотворительного фонда Потанина проект Пустозерска стал лучшим среди 165 и попал в число 8 победителей, получив 600 тысяч рублей. На протяжении всего маршрута, а это 25 километров, музейные работники в рамках проекта установили 11 информационных стендов, которые рассказывают о населенных пунктах, интересных фактах, природных достопримечательностях. А это значит преодолевает такие большие расстояния. Путешественники все глубже будут погружаться в историю. Здесь у стенда летняя дойка, в котором описывается путь становления одного из самых крупных окружных предприятий Ненецкой агропромышленной компании. Для участников маршрута был организован привал с горячим чаем и блинами. Первыми до него добралась гонная процессия. Почти следом уже на железных конях ехала одна из самых массовых групп маршрута велосипедистов. Гонка героев на время приостанавливается. Позади 5 пройденных километров. Впереди еще 17. Многие преодолевают их пешком. Например, известный северный писатель и журналист Виктор Толкачев. В августе он отметил свое 80-летие. За выносливость в пустозерском походе Виктор Федорович получил прозвище «воевода». Я вспоминал молодость. Мы этот маршрут от Тельвицки до Устья всей семьей ходили. Конец 70-х и все 80-е годы. Не было никаких машин, не было никаких лошадей. Каждое воскресенье мы выходили из Тельвицки. Кто-то звонил в Устье, Толкачевы вышли. А сейчас мне пошел 9-й десяток. Я решил попробовать снова вернуться в те годы и проверить все. Я хочу пройти пешком. Вместе с известным писателем исторические километры прошел ученик искательской школы Никита Чубаков. Что-то интересное встречалось в виде информационных стендов? Ну, стенды очень полезная штука на самом деле. То есть, можно быстро определить, где ты. То есть, не нужно доставать постоянно карту или как-то ориентироваться. То есть, сразу подошел к стенду, оба, я здесь. Ну, а что для вас означает? Ну, это история. Потому что это очень интересно. Это в книжках описано. Там хочется ощутить на себе это все. Посмотреть. Ощутить на себе историю участники маршрута смогли в полную силу, пройдя 22 километра по той дороге, по которой ходили еще наши предки в 16 веке. Под дождем, по слякоти, порой проваливаясь по колено. Но, как признаются сами путешественники, никто из них не пожалел и не свернул с исторического пути. Хотела поздравить всех нас с тем, что мы прошли маршрут. Кто-то проехал, кто-то прошел. Но мы все сделали это. Вы большие молодцы. Хочется сказать, что только сильные духом и телом люди могут жить здесь, могут любить свой край, могут останавливать такие замечательные таблички в память о прошлом. Лариса Типикина в этом походе получила право повесить 12-ю финальную табличку с информацией о виновнике торжества Пустозерске. Вместе с ней в историческом событии принял участие и потомственный пустозер Михаил Спирихин. В завершении праздника над первым заполярным русским городом прозвучали колокольные звоны в исполнении московского звонаря Владимира Петровского. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Полоса препятствий, подтягивания на турнике и стрельба из пневматической винтовки. Это далеко не весь перечень испытаний, которые предстояло пройти участникам военно-патриотической игры «Зорница». За первое место боролись 9 команд по 10 человек. «Беги за мной!» – массовый забег под таким девизом прошел в окружной столице в минувшие выходные. Дистанцию в 2 километра преодолевали и дети, и взрослые. Метнуть гранату на точность, попасть в мишень из пневматической винтовки и ответить на вопросы по истории России. Это не полный список заданий, которые выполнили участники военно-патриотической игры «Зорница». В этом году за первое место боролись 9 команд по 10 человек, в том числе и победители прошлогодних соревнований средняя школа имени Антона Пырерки. Однако в этот раз победу одержали хозяева игр. Это уже 16-е военно-спортивные игры «Зорница». Традиционно они проводятся на территории воинской части. В этом году состязание перенесли на территорию школы номер 2, где для этого есть все необходимое. Полоса препятствий, турники, место для стрельбы. Отделение равняется! Смирно! Равнение на середину! Участники «Зорницы» – юноши в возрасте от 14 до 18 лет. Словом, те, кому в ближайшее время предстоит служить в рядах российской армии. Первичная армейская подготовка включает разбор автомата Калашникова, основы медпомощи, полосу препятствий, марш-бросок и силовые упражнения. Казалось бы, одно из простых заданий – подтянуться на турнике. Смогли выполнить не все участники. Привычка подтягиваться с рывками, ноги дергать, а тут засчитывают именно идеальные подтягивания, без рывков и абсолютно ровные. Вышка слева! На каждом этапе строгие судьи. Все ошибки фиксируют в таблице, которая и покажет победителя. Прошлогодний лидер – команда школы имени Антона Пырерки. В этом году не намерена снижать показателей. Накануне ребята стали первыми в военно-спортивной игре «Салют». Я так думаю, что фавориты будут в этом году тоже. Скорее всего, школы-интернат, потому что они подготовлены. А потому что с ними их новый руководитель занимается. Они у нас участвуют на «Салютах» на всех наших мероприятиях. Они подготавливаются, просят у нас оборудованное снаряжение для подготовки своей команды на соревнованиях. Сами ребята делают ставку на сплоченность и спортивную подготовку. В команде есть обладатель золотого и серебряного знаков ГТО. «Подтянули спортивные свои, за лето, так сказать, данные. Хорошо занимались. Кто-то здесь оставался, на секции ходил. Кто-то у себя в поселках, в деревнях. Все с разных деревень. Ну и вот все. Вы где в НСИ готовитесь? Нас в ФОК открыли, туда ходил». Однако в этом году победа осталась за хозяевами игр. Команда второй школы стала первой в метании гранаты, полосе препятствий и работе с противогазами. Команда школы имени Антона Пырерки взяла два первых места – в марш-броске и снаряжении магазинов. Третье место завоевали ученики третьей школы. Иван Никонов, Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал Север. Комфортная погода, десятки людей в спортивной форме и клубы цветного дыма. Таким стал четвертый массовый забег «Беги за мной». Он прошел в Наринмаре на центральных улицах. В одиночку парами и даже целыми семьями наринмарцы покоряли два километра. Такова дистанция ежегодного забега. В отличие от кросса нации, прошедшего накануне и определившего самых быстрых, цель «Беги за мной» – массовое вовлечение в здоровый образ жизни. Минувшие выходные в Наринмаре выдались спортивными. Сначала всероссийские соревнования кросс-нации на лыжероллерной трассе, теперь уже полюбившийся массовый забег «Беги за мной». Егор Евтысый пришел на площадь Ленина не столько ради победы, которую одержал днем ранее, сколько ради девушки Марины. Я хочу посвятить ей все победы, чтобы ей было приятно, что есть человек, который ради нее готов на такие победы. Готовится ради нее. Но ей должно быть тоже это приятно. Перед забегом – массовая разминка. На сцене профессиональный тренер Инна Хабарова. Завести аудиторию в воскресное утро помогают хорошая музыка и эффективные упражнения. Первый раз бегайте. Массово, да. Почему решили принять участие? Потому что надо поддержать хорошее начинание. После горячей разминки бегом на старт. Забег массовый, поэтому и взрослые, и дети – в одной колонии. Бег хоть и не на скорость, но занять место поближе к стартовой полосе хотят все. Пять, четыре, три, два, один! Дистанция для массовых забегов небольшая – всего два километра. Проходит по улицам Смедовича, Полярная и Ваучейского. На время забега они закрыты для проезда автомобилей. Считанные минуты и очередная победа для девушки Марины готова. Первым к финишной черте пришел Егор Евтысый. Здесь никто не отмечает время и не расставляет места. Преодолеть два километра – это не для призов и медалей, а ради преодоления себя. Все прекрасно. Очень большое усилие дочь прилагала. Она победила этот маршрут. Для нее первый раз два километра. Мы только недавно километровую дистанцию освоили. А тут она практически не шла. Все смогла освоить. Я горд ей. Для молодых мам и малышей подобные забеги – настоящий праздник. Возможностей пробежаться по дороге с коляской и ребенком на руках в нашем городе не так уж много. – Супер. Вообще классно. Больше, конечно, прошли. – Да. – Но организация хорошая. И детки побежали где-то, может, метров 100. – Да, пешком. – Да. И это для нас, для мам – это… – Это, конечно, очень тяжело, но очень весело. – Да. Очень весело, забавно даже. – Да. Вот. Плюс 12. Гирька. К своему весу еще. Но после забега – заслуженная награда. В этом году организаторы в качестве подарка за физические старания приготовили дымовое шоу. – Мы хотим передать организаторам огромную благодарность за организацию этого мероприятия. И хотим пожелать, чтобы такое мероприятие было как можно не раз в году, а почаще. Несмотря на холод, ветер на Ренмаре, потому что посетим… – Каждую субботу либо воскресенье. – Да. Мы за. Мы за. Мы за ЗОЖ. – ЗОЖ. – Валентина Чебичек, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова